Рискуют артисты цирка, а иногда и мы, зрители. 3 мая 2014 года эта новость взорвала интернет. Во время представления в подмосковном цирке Шапито Леопард вырвался из ошейника и кинулся в зрительный зал. А следующий номер был объявлен так, что сейчас выступит дрессировщик с леопардом. В связи с чем просим выключить все мобильные телефоны, не фотографировать, не снимать на камеру и по возможности не шевелиться. И он в два прыжка до нас допрыгнул. Сначала с тумбы вниз и потом уже из центра арены где-то уже до нас. Единственное, что он Сашу, поскольку Саша сидел у меня на коленях, он укусил за ногу. Царапнул за правое бедро и укушался на ногу, ну в область колена. Затем я уже смогла, естественно, закрыть его. И пока закрывала, он царапнул мне две ноги и дальше в спину тоже. Разъяренного зверя удалось оттащить с помощью сотрудников цирка. При этом хозяин, он же дрессировщик леопарда Виктор Ярославцев, на помощь пострадавшему не торопился. И вообще вел себя так, как будто ничего не произошло. Честно сказать, я даже не понял того человека, потому что когда все случилось, в лице он не поменялся ничего, он как бы просто с каменным лицом стал переодеваться, собирать свой реквизит. Я к нему подошел, говорю, пожалуйста, не уезжайте, потому что сейчас придется разбираться в этой ситуации. Он молча все дождался, милиции там все убрали показания. Администрация цирка в этом происшествии обвиняет дрессировщика. Но тогда возникает вопрос, а как он вообще оказался на арене? Цирк хоть знал, кого пригласил? Сами мы его не искали, нам, получается, как бы его прислали. А кто он, что он, мы не разбирались, но сейчас сами тоже об этом уже сколько слышим, что этот случай у него как бы уже не первый. И то есть мы сами как бы в таком легком ужасе находимся, кого мы позвали.